доброго времени суток дорогие друзья вот снова мы здесь александра ирина для того чтобы читать русскоязычную каноническую библию сенитальном переводе я только что вернулся из нью-йорка интересно правда для кого-то нью-йорк то что-то очень далекое и недоступное может быть даже для живущих здесь соединенных штатах а вот я частенько бываю там по работе вот вожу людей в разные места если бог позволит в пятницу опять привезу людей в аэропорт но суть не в самом нью-йорке суть люди которые там живут и например сегодня общаясь с некоторыми из них и значит несколько постов я сделал на фейсбуке вот и те кто живут рядышком нью-джерси нью-йорк так очень радушно отвечали что как бы вот мне пришла мысль поделиться вот какой-то благодарностью и отметить что вот особенные люди живут они из разных мест они из россии они из украины они из беларуси они из стран азии они станут прибалтики они с кавказа вот отовсюду но они какие-то очень интересные там действительно радушные такие очень дружелюбные люди очень всегда приятно значит быть там камера камер что с камерой не то ну как что с камерой не то про критине но а вполне возможно да есть такое как будто свечение да но это просто мы светимся это ореол такой слава вокруг нас вот поэтому я закончу мысли и протру потом вот мне мне очень понравилось и всегда нравится общаться с людьми нью-йорке в нью-джерси а вот то есть ты имеешь вот друзей на фейсбуке виртуально общаешься общаешься и потом хоп и встречаешь с ними понимаешь они реальны а просто я боюсь что если сейчас начну вытирать то да потому что я делаю съемки на телефоне вполне возможно что немножечко где-то задел давайте она начнет читать а я протру от луки глава 2 в те дни вышла от кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле это перед было первое вправление ки квериния сирии и пошли все записываться в каждый свой город пошел также иосиф из галилеи из города назарета в иудею в город давидов называемый вифлеем потому что он был из дома и рода давидова записаться с марией обрученной ему женою которая была беременна а когда же они были там наступило время родителей и родила сына своего первенца и спеленала его и положила его в ясли потому что не было и места в гостинице в той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стаду своего вдруг предстал им ангел господин и слава господня осияла их и убоялись страхом великим и сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям ибо ныне родился вам в городе давидов спаситель который есть христос господь и вот вам знак вы найдете младенца в пеленах лежащего в ясли и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное славящее бога и взывающие слава в вышних богу и на земле мир в человеках благоволение когда ангелы отошли от них на небо пастухи сказали друг другу пойдем вифлеем и посмотрим что там случилось о чем возвестил нам господь и поспешивши пришли и нашли марию иосифа и младенца лежащего в ясли увидев же рассказать рассказали о том что было возвещено им о младенце всем и все слышавшие дивились тому что рассказывали им пастухи а марила мария сохранила все слова сии слагая в сердце своем и возвратились пастухи славе и хваля бога за все то что слышали видели как им сказано было по прошествии восьми дней когда надлежало обрезать младенца дали ему имя иисус нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве а когда исполнились дни очищения их по закону моисееву принесли его в иерусалим чтобы представить пред господа как предписано в законе господнем чтобы всякий младенец мужеского пола развязающий ложественно был посвящен господу и чтобы принести в жертву пореченному законе господнем две горлицы или двух птенцов голубиных тогда был в иерусалиме человек именем симеон он был муж праведный и благочестивый отвечающий утешение израилева и дух святой был на нем и ему было предсказано духом святым что он не увидит смерти доколе не увидит христа господня и пришел он по вдохновению в храм и когда родители принести младенца иисуса чтобы совершить на нем законный обряд он взял его на руки благословил бога и сказал ныне ты отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром ибо видели очи мои спасение твое которое ты уготовал пред лицом всех народов свет просвещению язычников и слава народа твоего израиля иосиф же и матерь его дивились сказано о нем и благословил их симеон и сказал марии марии матери его вот лежит этот нападение и на восстание многих в израиле и в предмет привлеканий и тебе самой оружие пройдет душу да откроются помышления многих сердец тут была также анна пророчица до дочь во фон фонуилова от колена асирова достигшая глубокой старости проживший с мужем от детства своего 7 лет вдова лет 84 которая не отходила от храма постом и молитвы служа богу день и ночь и она в то время подойдя славила господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в иерусалиме и когда они совершили все по закону господню и возвратились в галилею в город свой назарет младенец же возрастал и укреплялся духом исполняясь премудрости и благодать божия была на нем каждый год родители его ходили в иерусалим на праздник пасхи и когда он был 12 лет пришли они также по обычаю в иерусалим на праздник когда же по окончании дней праздника возвращались от остался отрок иисус в иерусалиме и не заметили того иосиф и матерь его но думали что он идет с другими пройдя же дневной путь стали искать его между родственниками и знакомыми и не найдя его возвратились иерусалим ища его через три дня нашли его в храме сидящего посреди учителей слушающего их и спрашивающего их все слушавшие удивились разумно его и ответом его и увидев его удивившись и матерь его сказала ему чадо что ты сделал с нами вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя он сказал зачем было вам искать меня или вы не знали что мне должно быть в том что принадлежит отцу моему но они не поняли сказанных им слов и он подошел с ними и он пошел с ними и пришел на завет и был в повиновении у них и матерь его сохраняла все слова сии сердце своем и все же преуспевал при мудрости и в возрасте и в любви у бога и человека глава 3 в пятнадцатый же год правление тивире кесаря когда понти пилат начать целую иудеи ирод был четвертовластником в галилее филипп брат его четвертовластником в и туре и траханицкой области а лосаней четвертовластником в обелине при первосвященниках они и киафе был глагол боже киан сыну захарии в пустыне и он проходил по всей окрестности окрестной стране иорданской проповедуя крещение покаяния для прощения грехов как написано в книге слов пророка исаи который говорит глаз выпьющего в пустыне приготовьте путь господу прямыми сделайте стези ему всякий долг наполнится и всякая гора и хом да понизится кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими и узрит всякая плоть спасение божие и он приходившему креститься от него народу говорил порождение хиднины кто внушил он бежать от будущего гнева сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить себе отец у нас обраам ибо говорю вам что бог может из камней сих воздвигнуть детей обраам уже и секира при корне дерев лежит всякое дерево не приносящее доброго плода срубают и бросают в огонь и спрашивал его народ что же нам делать он отвечал им в ответ у кого две одежды тут дай неимущему и у кого есть пища делать тоже пришли и мы-то рекреститься и сказали ему учитель что нам делать он отвечал ничего не требуйте более определенного вам спрашивали его также и воины а нам что делать и сказал никого не обижайте не клевещите и довольствуйте своим жалованием когда же народ был в ожидании все помышляли в сердцах своих об иране не христос ли он и он всем отвечал я крещу вас водою но идет сильнейший меня у которого я не достоин развязать ремень обуви он будет крестить вас духом святым и огнем лопата его в руке его и очистит и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в жительницу свою а солому сожжет огнем неугасимым многое и другое благовествовал он народу получая его и роджи чертов властник обличаемый от него за иродиаду жену брата своего и за все что сделал ирод худого прибавил ко всему прочему и то что заключил и она в темницу когда же крестился весь народ и иисус крестившись молился отверзло с неба и дух святой не шел на него в телесном виде как гол и был глаз с небес глаголище ты сын мой возлюбленный в тебе мое благоволение иисус начиная своем служении был лет 30 и был как думали сын иосифов илиев матфатов левиин малхиев и онаев иосифов матафиев амасов наумов гислимов нагеев маафов матафиев семеев иосифов иудин ионанов рисаев зарвавили салафиилев нириев мелхиев адиев как косамов гелмадамов иров иосиф гелиозеров и аромов матфитов левиин симеонов иудин иосифов ионанов гелиакимов милаев маинанов матафраев нафанов давидов иисеев обидов воозов салмонов наасонов маминадамов арамов и срумов форесов иудин яковлев исааков а враму фаре нахаров нахоров сирухов рогавов фалеков гивиров салин кайнанов арфаксадов симов ноев ламехов мафусалов енохов и оредов малилеилов кайнанов и носов сифов адамов божий глава 4 иисус исполненный духа святого возвратился от ордана и поведел мыл духом в пустыню там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни а по прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол если ты сын божий то вели этому камню сделаться хлебом иисус сказал ему в ответ написано что не хлебом одним будет жить человек но всяким словом божиим и возведя его на высокую гуру дьявол показал вам все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их ибо она предана мне и я кому хочу даю их и так если поклонишься мне то все будет твое иисус сказал ему в ответ отойди ты не сатана написано господу богу твоим поклоняйся и ему одному служи и повел его в иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему если ты сын божий просить отсюда вниз ибо написано ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя и на руках понесут тебя да не приткнешься камень ногою твоей иисус сказал ему в ответ сказано не искушай господа бога твоего и окончив все искушение дьявол отошел от него до времени и возвратился иисус в силе духа в галилею и разнеслась молва о нем по всей крестной стране он учил синагогах их и вовсе и от всех был пославляем и пришел на заряд где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать ему подали книгу пророка исаи и он раскрыв книгу нашел место где было написано ду господин на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедовать лето господне благоприятное и закрыв книгу и отдав служителю сел и глаза всех седагоги были устремлены на него и он начал говорить им ныне исполнилось писание сие слышанное вами и и все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати исходившим из уст его и говорили не иосифов ли это сын он сказал им конечно вы скажете мне присловие врач исцели самого себя сделай и здесь в твоем отечестве то что мы слышали было в капринауме и сказал истинно говорю вам никакой пророк не принимается в своем отечестве поистине говорю вам много вдов было в израиле в одни или и когда заключено было небо три года и шесть месяцев так что сделался большой голод по всей земле и ни к одной из них не был послан или а только к вдове в сарепту седонскую много также было прокаженных в израиле при пророке елисея и ни один из них не очистился кроме неимана сериянина услышавшие это все синагоги исполнились ярости и вставшим выгнали его вон из города и повели на вершину горы на которой город их был построен чтобы свергнуть его но он пройдя среди них удалился и пришел в капернаум город галилейский и учил их дни субботний и делились учению его ибо слово его было со власти был синагоги и человек имеясь в шине чистого духа бесовского и он закричал громким голосом оставь что тебе на нас иисус назарянин ты пришел погубить нас знаю тебя кто ты святый божий иисус запретил ему сказав замолчи и выйди из него и без повергнув его посреди синагоги вышел из него немало не повредив ему и напал на всех ужас и рассуждали между собой что это значит что он со властью и силой повелевает нечистым духом и они выходят и разнесся слух о нем по всем окрестным местам выйдя из синагоги он вошел в дом симона теща же симонова была одержима сильной горячкой и просили его они подойдя к ней он запретил горячки и оставила ее она точно стала и служила им при захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему и он возлагая на каждого из них руки исцелял выходили также и бесы из многих с криками говорили ты христос сын божий а он запрещал им говорить что они знают что он христос когда же настал день он вывы выйдя из дома пошел в пустынное место и нарослый стал его и придя к ним муры удерживал его чтобы он не уходил от ней но он сказал им и другим городам благовествовать я должен царствие божие ибо на то и послан и проповедовал в синагогах галилейских глава 5 однажды когда народ теснился к нему чтобы слышать слово божие а он стоял у озера генисарецкого увидел он две лодки стоящие на озере рыболовы выйдя из них вымывали сети войдя в одну лодку которая была симонова он просил его отплыть несколько от берега и сев учил народ из лодки когда же перестал учить сказал симону отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова симон сказал ему ответ наставник мы трудились всю ночь и ничего не поймали но по слову твоему закину сеть сделав это они поймали великое множество рыбы и даже сеть у них прорывалась и дали знак товарищем находившись на другой лодке чтобы пришли помочь им и пришли и наполнили обе лодки так что они начинали тонуть увидев это симон петр припал к коленам иисуса и сказал выйди от меня господи потому что я человек грешный ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных также иакова и она сыновей заведеевых бывших товарищами симону и сказал симону иисус не бойся отныне будешь ловить человека и вытащив обе лодки на берег оставили все и последовали за ним когда иисус был в одном городе пришел человек весь проказе и увидев иисуса полнеется умоляя его и говоря господи если хочешь можешь меня очистить он простю руку прикоснулся к нему и сказал хочу очистить и тотчас покажут проказа сошла с него и он повелел ему никому не сказывать а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое как повелел моисей во свидетельство им но тем более распространилась молва о нем и великое множество народа стекалась к нему слушать и мрачеваться у него от болезней своих но он уходил в пустынные места и молился в один день когда он учил и сидели тут фарисеи и законоучители пришедшие из всех мест галилея и иудеи из иерусалима и сила господня являлась в исцелении больных вот принесли некоторые на постели человека который был расслаблен и старались нести его в дом и положить перед иисусом и не найдя где пронести его за многолюдством влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед иисуса и он видя веру их сказал человеку тому прощайте себе грехи твои книжники и фарисеи начали рассуждать говоря кто это который богохульствует кто может прощать грехи кроме одного бога иисус умер помышление сказал им в ответ что вы помышляете в сердцах ваших что легче сказать прощайте грехи твои или сказать встань и ходи но чтобы вы знали что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи сказал он расслабленному тебе говорю встань возьми постель твою и иди в дом твой и он тотчас стал пред ними взял на чем лежал и пошел в дом свой слава бога и ужас объял всех и славили бога и бы в исполненный страх оговорили чудные дела видели мы ныне после сего иисус вышел и увидел мытаря именем левия сидящего у сбора пошлин и говорит ему следуй за мной и он оставив все встал и последовал за ним и сделал для него левий в доме своем большое угощение и там было множество мытарей и других которые возлежали с ним книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам о зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками и шум иисус же сказал им в ответ нездоровые имеют нужного врачи но больные я пришел призвать неправильников а грешников покаяния он же сказали они же сказали им почему ученики иоанна выпустятся часто и молитвы творят так же как фарисейские а твои едят и пьют он сказал можете ли заставить сынов чертога брачного поститься когда с ними жених на приду дни когда отнимется у не жених и тогда будут поститься в те дни при всем сказал им притчу никто не представляет заплаты к ветхой одежде отодрав от новой одежды а иначе и новую разделет и к старой не подойдет заплата от новой и никто не вливает молодого вина мехи ветхие а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытащит и мехи пропадут но молодое вино должны вливать в мехи новые тогда сбережется и то и другое и никто пив старое вино не захочет тотчас молодого ибо говорит старое лучше глава шестая в субботу первого втором дня пасхи случилось ему проходить засеянными полями и ученики его срывали колоссий и ели растирая руками некоторые же из фарисеев сказали зачем вы делаете то чего не должно делать субботу иисус сказал им в ответ разве вы не читали что сделал давид когда взалкал самый бывший с ним как он вошел в дом божий взял хлебопредложения которых не должно было есть никому кроме одних священников и ел и дал бывшим с ним и сказал сын человеческий есть господин и субботы случилось же и в другую субботу воде ему в синагогу и учить там был человек у которого правая рука была сухая ниженьки же и фарисеи наблюдали за ним не исцелит ли в субботу чтобы найти обвинение против него но он зная помышление сказал человеку имеющему сухую руку встань и выступи на середину и он встал и выступил тогда сказал им иисус спрошу я вас должно ли делать в субботу добро или зло спасти душу или погубить они молчали и посмотрев на всех их сказал тому человеку протяни руку твою он так и сделал и стала рука его здорова как другая они же пришли в бешенство и говорили между собой чтобы им сделать с иисусом те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к богу когда же настал день призвал учеников своих и избрал из них двенадцать которых и назвал наименовал апостолами симона которого он назвал петром и андрея брата его иакова и иоанна филиппа и вархламе мотфея фому иакова алфеева и симонова прозвает мазила там иуду яковлеву иуду искариота который потом сделался предателем и сойдя с ними а стал он на ровном месте и множество учеников его и много народа из всей иудеи иерусалима и приморских мест тирских и седонских которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих также и стражащие от нечистых духов и исцелялись и весь народ искал прикасаться к нему потому что от него исходила сила и исцеляла всех и он возведя очи свои на учеников своих говорил блаженны нищие духов ибо ваше есть царство небесное блаженны алчущие ныне ибо вы насытитесь блаженны плачущие ныне ибо вы смеетесь блаженны вы когда возненавидят с вас люди и когда отлучат вас и будут поносить и понесут пронесут имя ваше как бесчестное за сына человеческого возрадуйтесь тот день и возвеселитесь ибо велика вам награда на небесах так поступали с пророками отцы их напротив горе вам богатый ибо вы уже получили свое утешение горе вам присыщенное ныне ибо взалчите горе вам смеющиеся ныне ибо вас плачете и возрыдаете горе вам когда все люди будут говорить о вас хорошо ибо так поступили с лжепророками отцы но вам слушающим говорю любите врагов ваших благотворите ненавидящим вас благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас ударившему тебя по щеке поставь и другую и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку всякому просящему у тебя давай и от взявшего твою не требуй назад и как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними если любите любящих вас какая вам зато благодарность ибо и грешников любящих грешники любящих их любят если делаете добро тем которые вам делают добро какая вам за это благодарность ибо и грешники тоже делают если займы даете тем от которых надеетесь получить обратно какая вам зато благодарность ибо и грешники дают займы грешникам чтобы получить обратно столько же но вы любите врагов ваших и благотворите их займы давайте не ожидая ничего и будет вам награда великой и будете сынами всевышнего вон благ и к неблагодарным и Итак, будьте милосердны, как и отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам. Меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавший будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему брату? Дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы добрый плод. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв стерновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят устаеву, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он был основан на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на его вода, тотчас обрушился, и разрушение всего дома было великое. Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, потому из себя самого не почел и достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздорове слуга мой, ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому прийти, и приходит. И слуге мою сделает то, и делает. Иисус, услышав сие, Иисус удивился ему и обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел и такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей, не плачь. И, подойдя, прикоснулся к кодру, низшие остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его, и все о всем том. Иоанн призвал двоих судьяков своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать на другом? Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другому ожидать им? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые призревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится о мне. По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колебли ему? Что же смотреть ходили вы? Человек ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сие есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанна. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал, с кем сравнил народ, людей народа сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга, говоря, Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мотарами грешников. И оправдана премудрость всеми чадами ее. И некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лаванстровый сосуд с миром. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которым более простил. Он сказал ему, правильно, ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги, и волосами головы своей отерла. Ты целований мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод старичный. Сказав это, возгласил, кто имеет уши слышать, дослышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал, вам дал нужное тайное царство Божие, а прочим в притчах, так что они, видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча это семя, есть слово Божие. А упадшие при пути это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и времени веруют и во время искушения отпадают. А упадшие в тернии это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что бы не сделалось явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. И так наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, матерь моя и братья мои суть слушающие слово Божие, исполняющее его. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера, и отправились. И во время плавания их он заснул, на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Но он, став запретил ветру и наволнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу. Кто же это, что и ветрам повелевает, и води, и повинуются ему? И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его. Так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. И он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестностей удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисуса спустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, сдержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас в течении крови у ней остановилась. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшая с ним наставник, «Народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падшая перед ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. И сказал ей, «Дерзай, черь, верит, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веру, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань». И возвратился дух ее, и она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Глава девятая. Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над теми бесями и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. И сказал, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни зумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда оправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прав от ног ваших, в освидетельство на них». Они пошли и приходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. «И он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Весаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. День же начал склониться к вечеру, и, приступив к нему, двенадцать говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестное селение и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь, в пустом месте». Но он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей? Ибо их было около пяти тысяч человек». Но он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по пятидесяти». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и, возрив на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Ели и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. В одно время, когда он молился в едином месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ, «За Иоанна Крестителя, а иные за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их, «А за кого вы почитаете меня?» Отвечал Петр, «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что сыну человеческому должно много пострадать, и быть отверженным старейшинами, превосреченниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни с себя, и возьми крест твой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её. Ибо что пользу человеку приобрести весь мир, а себя самому погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придёт в славе своей, и отцы, и отца, и святых ангелов. Говорю же вам, истина, есть некоторые и стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошёл он на группу молиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Пётр же и бывшие с ним отечены были сном, но пробудившись увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Пётр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем крекущее, одну тебе, одну Моисею, одну Ильи». Не зная, что говорил. Когда же он говорил-то, явилось облако, и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. «И был из облака глаз глаголище. Сей сын мой возлюбленный, его слушайте. Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они шли с горы, встретил его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул. «Учитель, умоляю тебе взглянуть на сына моего. Он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он спускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих знать его, но и они не могли. Иисус же сказал, урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего. Когда же тот еще шел, без поверки его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все удивили всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова Его, и оно было закрыто от них, так что они не постигли Его, а спросить Его о всем слое боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. И Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал, «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто принимает меня, тот принимает послаше меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При всем Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Ведь это ученики его, Иакоб и Иоанн сказали, «Господи, хочет ли мы скажем, чтобы огонь с неба истребил, сошел огонь с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за Мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». И еще другой сказал, «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними Моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия». Глава десятая. «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом своим на всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как анцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите «Мир, дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им «Приблизилось к вам Царство Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прав, прилипший к нам от вашего города, отресем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие, сказывая вам, что Содому в день он и будет отраннее, нежели городу тому. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вевсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознешуся, а до ада не звернешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твое». Он же сказал им «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу, вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцев». Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. И обратившись к ученикам, сказал «Все предано мне, Отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И обратившись к ученикам, сказал им особо «Блаженный, Отче, видящее, то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. И вот один законник встал и, искушая его, сказал «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечно?» Он же сказал ему «В законе что написано, как читаешь?» И он сказал в ответ «Возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Он, желая оправдать себя, сказал Иисус «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал «Некоторый человек вышел из Росалима в Ерехон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогу и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и подошел, перевязал ему рану, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул два динария, отдал содержателю гостиницы и сказал ему «Позаботься о нем, если и сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих сестра думает, что ты ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему «Иди и ты поступай так же». В продолжение пути пришел он в одно селение. Здесь женщина, именно Марфа, приняла его в дом свой. И у ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и подойдя, сказала «Господи, или тебе нужды нет, что моя сестра одну меня оставила служить?» «Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему «Господи, научи нас молиться», как Иоанн научил учеников своих. Он сказал ему «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал он «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в помощь, и скажет ему «Друг, дай мне взаймы три хлеба». Ибо друг мой здоровье зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему подружбы с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Ибо я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащий ему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Если кто попросит яйца, подаст ему скорпион. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст духа святого, просящим у него. Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, не могло говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет беса в силе Вильдивула князя Бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамение с неба. Но он, зная по мышлению их, сказал, Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство ему? А вы говорите, что я силу Вильдивула изгоняю бесов. И если я силой Вильдивула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. И если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигну до вас царство Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет его оружие, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит. Возвращусь в дом мой, откуда вышел. И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, слезших себя. И войдя, живут там, и бывают для человека того последнее, хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвестив голос из народа, сказала ему. Блаженно чрево носившее тебя и сосы тебя питавшее. А он сказал. Блаженно слышащее слово Божие и соблюдающее его. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить. Ротий лукав, он ищет знамени. И знамени не дастся ему, кроме знамени Иона Пророка. Ибо как Иона был знаменем для неневитян, так будет и сын человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми и рода сего, и осудит их. Ибо она приходила от пределов земли подсушить мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Неневитя не восстанет на суд с родом сего и осудит его. Ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто заживший свечу не ставит ее в сокровенном месте. Не под сосудом, но под свечники, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Так смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебе сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисеи же удивились, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша, исполненные хищения и лукаста, неразумны. Не тоже ли кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но говорю вам, фарисеи, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не радейте о суде и любви Божьей. Сие не для жало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что вы, как гробы скрыты, над которыми люди ходят и не знают того. Но это некто из законников сказал ему. Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь. Но он сказал, и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите границы пророкам, которых избили отцы ваши. С ним вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода всего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Гей, говорю вам, взыщется от рода всего, говорю вам, законникам, что вы взяли ключ в изумении, сами не вошли и входящим вас препятствовали. Когда он говорил им это, книжники фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Друзья, ну что, вот еще один час пробежал, очень, такой немножко тяжеловатый час, а вот, для меня особенно. А что хочется сказать? Благословенное имя Господне. Вот. Столько мудрости, столько глубины в Евангелии, что нужно размышлять и вникать. Но интересно, что когда беседуешь с людьми, вот, начинаешь видеть неинтересную вещь. Какая большая разница между теми, кто родился свыше и кто нет. Когда давно ходишь в церковь и привыкаешь ко всей этой рутине церковной, вот, кажется, что все люди вокруг на одной волне. Но, друзья, выйдите порой за пределы своей лодки, выйдите за пределы своего ковчера церковного. Я не знаю, на миссию это не то. Это все равно там собирают людей таких, уже более-менее подготовленных. Вот. Поговорите как-нибудь с людьми на улице. Вот. Или со знакомыми своими в фейсбуке, с которыми вы никогда не встречались. Встретитесь, поговорите. Вот. Светскими. И вы увидите большую разницу. Вот. Поэтому у нас, друзья мои, ученого работы, особенно над тем, чтобы молиться о тех людях, чтобы им открылась истина Божья, и чтобы особенно им открылось рождение свыше, чтобы они могли видеть и понимать Слово Божие. Ибо Иисус говорил людям притчами, а потом собирал своих учеников, и им притчи изъяснял. Так и они все равно спрашивали, так а что ты имел в виду? Вот. То есть, порой мы сами как будто бы понимаем, как будто бы не понимаем. А люди в мире вообще, честно говоря, очень далеко отстоят от познания истины. Поэтому, друзья мои, Церковь Божья, братья и сестры, пусть Бог нас благословит в этом очень важном труде. Если Бог позволит, завтра мы снова соберемся с вами и будем читать дальше Евангелие. А сегодня мы говорим пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...